Друзья, всем привет! И сегодня отличный день для того, чтобы разобрать очередной клинический кейс по мотивам вопросов к международному экзамену USML Step 1. И сегодня у нас 72-летняя женщина, которая с ожирением купала в обморок и была доставлена в отделение неотложной помощи. Она прилетела из Калифорнии в Нью-Йорк тремя днями ранее. Из анамнеза известно, что она выкуривала по пачке сигарет на протяжении 50 лет. При физикальном обследовании она не может отвечать на вопросы или следовать каким-либо инструкциям. Через 3 дня у нее начинается гипотония, она умирает. На вскрытии обнаружены множественные рыхлые, так скажем, слипшиеся тромбы в правой среднемозговой артерии и в вертебро-базиллярной системе. Какое из следующих патологических состояний, скорее всего, объясняет неврологические проявления у этой пациентки? Атеросклероз пенетрирующих церебральных артерий, синдром Труссо, открытое овальное окно, легочная тромбоэмболия и эндокардит трехстворчатого клапана. Можете поставить видео на паузу, а пока что я отмечу наиболее важные моменты из вышеуказанных данных. Женщина пожилая в менопаузе по критериям менопаузы старше 60 лет с ожирением и в общем у нее развилось острое состояние. Из-за намноза очень важный факт, что она летела из Калифорнии в Нью-Йорк и если вы посмотрите, то длительность такого перелета из разных городов составляет около пяти часов. То есть длительная иммобилизация. Дальше длительный стаж курения 50 пачка лет и повреждение артериального церебрального русла. Правильный ответ под буквой С. У данной пациентки имеются все основные факторы риска развития тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Это ожирение, курение, длительная иммобилизация во время перелета. А образование тромбов связано с ряды Верхова. Это гиперкоагуляция из-за собственно курения, возраста, ожирения. Стаз это из-за длительной иммобилизации, ну и повреждения эндотелия. Все из-за того же ожирения и возможных последствий метаболического синдрома. В обычных условиях тромбоз привел бы к дальнейшей миграции тромботических масс в легочное русло и систему легочных вен, вызывая, как вы понимаете, тромбоэмболию легочной артерии. Это как раз таки самая частая причина этого острого и фатального в большинстве случаев состояния. Сохранение открытого овального окна встречается у значительной части здоровых людей. Но все дело в размере. Широко открытое овальное окно может позволить эмболам, исходящих из сосудистой системы вен, ног, миновать легочное кровообращение и достичь системных артерий, тем самым вызывая инфаркты. Это называется парадоксальная эмболия в головном мозге и многих других органах. Различные дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки могут иметь тот же собственный эффект. Ни один из других вариантов ответов не объясняет развитие эмболических инфарктов в паренхемии головного мозга вот в этой ситуации. Давайте их рассмотрим. Вариант под буквой A. Атеросклеротические изменения часто встречаются в велизиевом круге и его крупных ветвях, но не в проникающих артериях мозга малого калибра. К тому же, если мы говорим про идеальный мир в вопросах USML, здесь всячески пытаются нам показать именно тромбоз глубоких вен нижней конечности путем формирования перечисленных ранее факторов риска. Вариант под буквой B. Синдром Труссо. Также известный как мигрирующий тромбофлебит. Возникает он при диссиминированном раке, особенно аденокарциномах поджелудочной железы, а также других муцинозных карциномах. Это состояние, вероятно, вызвано высвобождением опухолью прокоагулятных факторов, ответной реакции организма на наличие опухоли в органе, воздействием химиотерапевтических средств, используемых в лечении рака поджелудочной железы, и проявляется, собственно, рецидивирующими эпизодами тромбоза, поражающими вены, но не артерии обеих конечностей и иногда внутренних органов. Кстати, у нас уже совсем скоро стартует курс по онкологии с живыми онлайн лекциями и начало очных занятий 17 января. Можете оставлять заявку по ссылке в описании, и мы ответим на все интересующие вас вопросы. Ну а мы движемся дальше. Следующий вариант ответа под буквой D. Легочная тромбоэмболия часто возникает в результате тромбоза глубоких вен, о чем мы, собственно, говорили ранее. Однако тромбоэмболы, которые повреждают легочные артерии, они, собственно, туда и движутся, и не могут пройти через легочный капилляр, капиллярный фильтр, и не вызывают системной эмболизации. А здесь же в задаче у нас идет такая парадоксальная ситуация, где тромб минует правый желудочек, а идет из правой предсердия сразу в левое предсердие через открытое овальное окно. Эндокардит трехстворчатого клапана часто встречается у лиц, злоупотребляющих внутривенными наркотиками, так как вены из конечностей связаны с системами полых вен. В конце концов, это может приводить к эмболиям, возникающим в результате фрагментации вегетации клапана, и эмболы из трехстворчатого клапана могут попасть в легочное кровообращение, что приводит к инфаркту легких. Ну а также здесь я представил вам мнемонику для запоминания симптомов бактериального эндокардита FROMJANE, которая мне в свое время очень помогла на реальном экзамене USML-STEP-1. Ну а чтобы решать еще больше тестов и узнавать все больше интересных фактов, совмещая с чтением статей по разнообразным областям медицины, вы всегда можете подписаться на электронные ресурсы на нашем сайте. Там очень много всего интересного. Ну и не забывайте писать свое мнение по этому кейсу в комментариях, ставить лайки, нам это очень поможет в создании дальнейших материалов. Всего хорошего!